Павлодарские активисты обратились к президенту Касамжимарту Токаеву с просьбой запретить проведение тоев. Несмотря на ограничительные меры, люди продолжают устраивать свадебные торжества. Представители мониторинговой группы и правоохранительных органов провели в Павлодаре рейды по ресторанам и кафе, в результате которых и выявили празднование в период карантина. За минувшие выходные участники мониторинговой группы в Павлодаре выявили 160 нарушений санитарно-эпидемиологического режима. Несмотря на карантин, в городе работали сауны и кальянные, а в ресторанах и кафе люди организовывали свадьбы с участием почти 50 человек. В одном из кафе проводилось хоззату, где присутствовало более 50 человек. Само мероприятие семейное запрещено, согласно правилам карантина. Плюс более 50 человек одновременно тоже запрещено. В данный момент это кафе у нас опечатано до принятия решения. Теперь владельцу кафе грозит штраф в размере 200 мрп или же арест на 15 суток. Всего в ходе проверок нарушения были выявлены в 66 магазинах, в 46 кафе и ресторанах, в 12 кальянных, в 7 саунах и банных комплексах, а также в 9 СТО и АЗС. Из-за несоблюдения ограничительных мер некоторыми горожанами активисты обратились к главе государства Касымджо Мартуто Каеву. Другие народы не устраивают празднования как наш, и в итоге их достаток выше нашего. Свадьбы – это ненужные траты и для организаторов, и для гостей. Да и финансовое положение не позволяет каждому проводить пышные торжества. Но люди не соизмеряют желания и возможности, начинают брать кредиты, занимать деньги у знакомых. Аналогичного мнения придерживаются и некоторые экономисты. Сапарбай Жубаев считает, что разумное расходование средств важнее, нежели празднование событий. Среди населения звучат доводы о том, что в случае отмены ТОИ в потере будут нести представители малого и среднего бизнеса. Но ведь на сэкономленные деньги остальные смогут дать образование детям, открывать собственное дело. А те, у кого есть возможность приглашать певцов и организовать пышные торжества, разумеется, это их право. Ранее в регионе уже проверили 335 объектов бизнеса. В результате были выявлены несоответствия по 21 пункту. 8 протоколов сейчас на рассмотрении суда.